Владимир Путин наградил трех ямальцев госнаградой. По указу президента Вероники Суриковой из Ноябрьска присвоено почетное звание заслуженный врач Российской Федерации. Уже почти 20 лет она спасает жизни ямальцев. Сергей Штроткин удостоен звания заслуженного работника культуры РФ. Он преподает музыку в Таркасалинской детской школе искусств, а его коллектив неоднократный победитель различных конкурсов. Вячеслав Голлер получил звание заслуженный работник ЖКХ Российской Федерации. Мужчина более 25 лет внедряет технологии, оптимизируя разные процессы в работе предприятия. В Новом Уренгое стартовала акция «Звуки добра». Ее цель — собрать музыкальные инструменты для детской школы искусства в Волновахе. Уточню, что инструменты не обязательно должны быть новыми. Возможно, у кого-то залежались те, которыми никто не пользуется. Главное, чтобы они были в хорошем состоянии. Пункты сбора открыты в Новоуренгойских детских школах искусств номер 2 и 3, а также в школе имени Рахманинова. Акция продлится до 26 ноября 2022 года. Команда преподавателей из Новоуренгойской гимназии победила во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования школа». В состав команды вошли Наталья Зауличная, Дина Пих, Артем Осауленко, Арина Филимонова. Из почти 37 тысяч заявок 104 сильнейших педагогических коллектива со всей России выступили в финале. И только 30 команд, в том числе и новоуренгойцы, увезли с собой заветные статуэтки победителей. В социальном навигаторе ЕНАУ появился новый раздел участникам СВО и их семьям. В одной рубрике собрали все меры поддержки от властей для того, чтобы упростить их поиск. Напомню, что сам ямальский социальный навигатор начал свою работу в начале октября. На одном ресурсе есть информация о 145 различных лепотах и соцгарантиях. Теперь ямальцы смогут узнать о них в один клик, не выходя из дома. Список будет постоянно обновляться, об этом сообщает правительство ЕНАУ.